Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию я хочу предоставить в этом фильме тиски, которые изготовил мой друг Владимир Мельниченко и прислал мне их на обкатку. Значит, они полностью по конструкции, так как она более повторяемая после Рензетти тисков, повторяет Норвайс. Что я могу сказать? Первое мое впечатление достаточно хорошее. Это просто очень мало сказать, если просто хорошее, отлично или это. Я бы хотел, чтобы мы с вами более подробно рассмотрели и эту конструкцию, так как я специально в книге оставил место, в третьей. И эти тиски с чертежами, со схемами будут в третьей книге. Сегодня у нас будет один фильм, завтра я буду делать фильм, анонс второй книги. То есть завтра я уже забираю с типографии первую партию. Давайте приступим. Так как я уже сказал, они полностью повторяют, что здесь. Две заготовки, которые латунные, в них находятся определенные отверстия с резьбой, которые крепятся. В этой конструкции все продумано и мастер молодец. Я уважаю его за это еще больше. Помимо всего прочего, хороший удобный ключик, чтобы можно было менять. В комплекте, как он мне здесь прислал. Значит, здесь я не буду крутить, разворачивать. Ну, можно вот так. Находится один подшипник. С другой стороны, если снять круглую эту часть, находится второй подшипник. Подформаживание и в каком положении оставить? Вот этим латунным винтом. Это то, что я и говорил мастеру очень-очень даже нужно. Не стальной. Значит, что здесь я сразу, раз мы коснулись этой конструкции, что я здесь переделаю? Вот в книге я написал и в картинках я показал. Мало того, что этот винт должен быть из цветного металла, дабы не травмировать сам вот этот шток. Потому что легче выточить пару-тройку вот таких вот нам болтов, чем поменять шток, выпрессовывая с подшипников. Необходимо будет вот буквально кусочек. Это закрывает иглу, колпачок. Вот и отрезаем немножечко колпачка. И наш колпачок, получается, между болтом и этим пластмассовая втулочка будет все время находиться. Поджимать его и подтормаживать для вращения. Выполнено достаточно хорошо. Ни люфтов, ничего нет. С этим все понятно. Как и что сделать. У фирмы Рензетти, значит, вот эта нижняя часть выполнена из фторопласта или из капролоктана. То есть из достаточно крепкого, но скользкого материала. Поэтому в этой ситуации здесь выход всегда можно найти. Продолжаем дальше. Значит, тиски укомплектованы еще дополнительно. Вот таким набором. То есть просто-напросто берем, выставляем у нас соосность. Сейчас мы отпустим. Выставляем соосность. И у нас, получается, уже можем спокойненько изготавливать на игле. Что здесь мне нравится, потому что здесь нет санговых зажимов, а обыкновенная вот такая вот трубка, в которую входит игла. А вот саму иглу поджимают вот эти вот два болта. Можно немножко по-другому пересмотреть конструкцию для большего удобства. Но для домашнего изготовления повторить ее достаточно легко и просто. Поэтому вот я взял обыкновенная вот у меня даббинговая игла. Есть одна, толще, тоньше, какая угодно. Можно взять и кусочек уже подготовленной спицы. Как вам будет удобно. Она спокойненько вставляется. Значит, здесь мы нашими, вот вы видите, проходит достаточно хорошо. Винтами нашими подцентрируем, чтобы она ни влево, ни вправо не уходила. И спокойненько дальше продолжаем вязать на той же трубке, ампульке, ампулке, на чем удобно. То есть всех приспособлений больше, чем достаточно. В наших краях недостаточно, как говорится, затребована эта функция. Но те, кто лососятники и очень любят ловить рыбу на, в основном, специализированные приманки. Поэтому здесь лучше ничего не придумаешь, как иметь вот специально такую конструкцию. Все достаточно удобно, хорошо снимается, ставится. Что еще здесь? Значит, ставим мы на место. Что плохо, что хорошо. Сейчас мы будем здесь все рассматривать. Меняется достаточно быстро, удобно, без всяких проволочек и каких-либо проблем. Мне, я попробовал специально связать пару-тройку мушек разных, на мелких крючках и более крупных. Скажу сразу, вот это губки прямые. Они рассчитаны в большей степени на стримерные большие крючки. Но когда я взял крючок номер 14, вот мелкий достаточно, в минусе самих вот конструкций обычно всегда эти губок. Когда я у многих друзей, когда работал, здесь вот необходимо в этом месте, сейчас я покажу более конкретно, вот в этом месте сделать небольшую вот такую выборку, чтобы можно было добираться до задника нашего загиба крючка. Но установив здесь крючок, вот я беру, поджимаю крючок, здесь цанговый, здесь эксцентрик стоит, ни цанга, ничего. Сейчас мы более так аккуратненько еще выставим чуть-чуть, немножко поглубже его, без больших очков. Так, и поджимаем. Сами понимаете, немножечко неудобно мне, потому что я привык к своим тискам, а теперь приходится выполнять определенные работы на других. Держится достаточно крепко по звуку, вы сами видите, слышите. И что немаловажно, я могу спокойно добраться до любого места, очень удобно. Если мне необходимо взять, допустим, крючок будет другого размера, там и 16, и 18, я могу воспользоваться совсем другими губками. Но, давайте я сейчас здесь покажу одну особенность. Мастер, значит, изготовил, если вы смогли заметить, здесь один с затяжной, а здесь я поставил второй, который у меня здесь разные болты всевозможные имеются. Потому что здесь нет накатки, и поджимать крючок очень-очень тяжело. Ну, с чем это связано? Во-первых, давайте начнем с того, что Владимир Мельниченко, мой друг, больше по железу. В каком смысле по железу? Он ловит спиннингом, и в большинстве случаев это судак, щука и хищник. И мы подружились с ним, когда я в свое время изготавливал всевозможные колебалки, от микро-микро до пятого-восьмого номера. Поэтому он не вязальщик мушек, он не специалист в нахлости. Просто человек решил изготовить вот тиски и сделать небольшой подарок для меня. Если все будет нормально, я ему посоветовал уже достаточно, как говорится, настойчиво, чтобы он это пустил в производство. Очень удобно, все продумано. Теперь смотрите, здесь мы с вами зажали крючок, это был 12-й и 14-й номер, я взял сейчас 4-0, которым для щуки поджали. Сейчас мы выставим камеру поудобнее. Вот. Слегка он пошатывается, этого вполне достаточно. Понятное дело, без накатки мы это не сделаем. Но это не столь существенно. Поджали, все. Посмотрите, достаточно крепко по звуку, надежно удерживает крючок. Здесь есть одно но. Вот эти губки прямые, они изготовлены из титана. Все из титана. Поэтому я изначально, честно вам скажу, как знаю металл этот, но он немножко не расположен для того, чтобы вязать именно в тисках. Ну а как в дальнейшем поведут себя губки, я потом скажу. Зная, что я посоветовал немножечко изменить, Владимир изготовил инструментальный, меняется, как вы видите, достаточно быстро, вытащил и устанавливаю уже другие губки. Комплект оборудования навесного, любого, здесь может быть любой. Мне он прислал еще и для отвода нити приспособление, и для вязания в стиле парашюта с вот такой вот прищепочкой на резинке, чтобы можно было делать оттяжку. Все есть. Значит, вот у нас установлена уже другая конструкция. Выставить здесь соосность. Опять же, здесь вот под крестовую отвертку стоит винт, который я установил предварительно и подтянул. Мне, допустим, достаточно. В тех тисках, которые вот у меня, если я возьму те, на которых я работаю, вот если взять ось, на которой стоит край губок, немножечко для меня далековато. Это не страшно, потому что вот здесь достаточно свободного места, которого можно этого рычага убрать и утопить его значительно глубже. Поэтому это не столь страшно. Значит, удобно, хорошо, достаточно комфортно себя чувствуешь. Точно так же эти губки зажимают все. Я перепробовала здесь уже с инструментальной стали, каленые, все сделано как положено. Ставится любой крючок, зажимается, как вам будет удобно. Хотите, можно спокойно подрегулировать и поднять значительно выше носик, ниже, как будет удобно. То есть, вот если мне необходимо будет вязать на очень мелких крючках, чтобы, ну, соосность, понятное дело, уже немножечко изменится. Но достаточно мне комфортно поставить еще больше, я смогу добраться до всевозможных крючков. Ну, вот давайте я так сейчас зафиксирую, чтобы вы увидели небольшую разницу. Сейчас мы... И вот приблизительно в таком положении крючок достаточно крепко сидит в губках. Подожмем, чтобы не нарушить. И все, практически соосность совпадает. Ротори нормально работает. Без никаких здесь нареканий и проблем. Пожалуйста, единственное, я же говорю, для меня неудобство, это то, что немножечко далековато от моего любимого положения, когда я руку кладу на саму ось. Ну, а так, зажимать можно. Это уже с инструментальной стали. Значит, так же, как и с другими тисками, я уже рассказывал и показывал вам в своем фильме выбор и ремонт тисков. Значит, я специально заострил внимание на том, что желательно вязать мушки так, как вы привыкли. Не так, как вы, допустим, смотрите, вяжет Петя или вяжет Вася. Сейчас мы поставим губки чуть поменьше. Все клацнули, встали на место. Процесс замены по времени много не занимает, поэтому достаточно удобно работать. Ключик все есть. Достаточно хорошо прокручивается, без биений, без ничего. Ну, подшипник есть подшипник. Если необходимо при работе зажать в любом положении, пожалуйста, зажимается. Значит, еще одно я не сказал. Сейчас я вытащу, покажу вам. Значит, изготовлены они изначально были для того, чтобы устанавливать на какой-либо вот типа такого пьедестала. Вставляется сюда в такую конструкцию, потом снизу поджимается вот таким болтом, винтом. И конструкция эта стоит. Так как я не люблю работать на пьедестале, у меня есть пьедестал, я потом под себя переделаю, так как я захочу. Но дело в том, что я не работаю на пьедестале. Для меня неудобно. Вот я приспособил под струбцину, вкрутил определенной латунной, латунную шпильку. И спокойненько могу теперь работать. Что я здесь хотел вам еще сказать. В работе, когда мы с вами рассматривали, кто, как, где были вопросы, я просто не стал отвечать, так как для этого я все написал в книге. Что очень важно. Вот посмотрите. Большинство вяжет вот в таком положении. Это руки находятся впереди себя и у вас постоянно на весу. То есть, для вас без разницы, на пьедестале будет, на струбцине, как угодно будут установлены тиски. Это уже не имеет значения. Я же привык вязать, когда сверху. Поэтому для меня желательно, чтобы была точка опоры. Руки устают. И исходя из этого, вот смотрите, как вы видите, я положил руку. Мне удобно. Вот у меня и большой указательный палец, как два дополнительных инструмента еще помогают мне в работе. Очень удобно, очень хорошо. Конструкция крепкая. Достаточно крепкая. И, по крайней мере, вот на струбцине она достаточно хорошо стоит. Вращение, как я уже говорил, хорошее. Мастер почему поставил сюда вот такой вот винтик, а не такой, как я вкрутил. Ну, понятное дело, для того, чтобы меньше было биений. Ну, конструкция сама по себе более лучше, чем у Рензетти. И я бы рекомендовал для повторения. Понятное дело, что здесь выйдет и чуть подороже. Из-за того, что цветной металл и все остальное. Но все равно, сделав такие тиски один раз, с такими губками, понятное дело, несколько сложнее. Но я чертежи и все остальное это в книге я выкладываю. Поэтому мне можете писать сразу на почту. Почту я укажу. Если кого заинтересует, сколько стоят они. Я даже не знаю, честно скажу. Это мастер определяет. Что касается анонса, я все рассказал, показал. Здесь точно так же можно вот эту трубочку, как вы видите, вытащить. И спокойненько установить, чтобы была ровная соосность эти губки. Поэтому можно использовать как эту насадку для вязания на трубках, так и дополнительно вот эту. Здесь, между прочим, точно так же можно убрать этот рычаг и точно так же установить напрямую вот такие губки. Поэтому очень универсально, очень хорошо, все очень удобно. Какие будут вопросы, пожалуйста, пишите, задавайте. Благодарю вас за внимание. Спасибо и Владимиру Мельниченко за предоставленные тиски. Как они будут в работе, в ближайшее время вы в моих фильмах увидите и услышите. Благодарю за внимание. До свидания.